Я расскажу вам сказку про маленького глупого инвестора. Жила-была одна девочка, которая решила стать инвестором. Она открыла брокерский счет в одном известном синем банке и положила на него 120 тысяч рублей. А потом случилось 24 февраля, и девочка потеряла половину своего депозита. Но на самом деле это никакая не сказка, а мой вполне реальный путь на биржу. Весной 2021 года я открыла инвестиционный счет и планировала инвестировать в долгосрок. Эта схема казалась мне беспроигрышной и безопасной. Все вокруг инвестировали, кто-то даже за год прибавил 50% к своему депозиту, и я подумала, что и мне пора начать инвестировать. Но тогда я еще не знала, что на рынке существует такое понятие, как черный лебедь. На кризисе, который начался 24 февраля, я потеряла около 60 тысяч рублей. В комментариях к первому выпуску вы просили меня рассказать, что я буду чувствовать, когда потеряю свои первые деньги на бирже. Честно говоря, я не знаю. Я не чувствую ничего особенного, потому что, когда я шла в инвестирование, я понимала, что это риск. У меня не было иллюзии о том, что рынок мне что-то должен. Как видите, инвестор из меня получился не очень. Может, это потому, что я прирожденный скальпер? Купить, продать, вывести бабло. Если все так просто, в чем подвох? Это вина средств массовой информации и нашего неразумного головного мозга. Поэтому, когда мы говорим о трейдинге, это не просто уметь предсказывать, куда пойдет цена. Это очень важный технический момент. Активируем все, что есть. И малис. То есть, это так работает? Трейдинг как работает, да? Именно так. Если вы только знакомитесь с трейдингом, то у вас наверняка есть куча вопросов. Например, с чего начать? С Мосбиржи, с крипты, с Форекса? Или податься в бинарные опционы? Или может вообще забить на трейдинг и просто отдать свои деньги в доверительное управление? Мне предстоит в этом разобраться, поэтому я, как обычно, иду мучить трейдеров. Сергей, я к вам. Надо серьезно поговорить. Какие новички приходят на бинарные опционы и Форекса? То есть, все, что не очень законно, и то, что дает быстрое обогащение владельцам этих компаний, очень сильно рекламируется. То есть, первым, чем мы сталкиваемся в своей жизни, это с рекламой быстрого заработка на рынке. А это Форекс, бинарные опционы, криптовалюта. И призыв примерно один. За один день сделаем из вас миллионеры. Ну, следственно, что все, кто интересуется финансами, в первую очередь, вовлекаются в эти не очень законные или сомнительные виды деятельности на рынке. А почему они незаконные и сомнительные? Если все туда идут, они открыты, их не запрещают, государство никак не прекращает их деятельность, многие трейдеры там торгуют. Здесь не совсем так. Огромное количество форекс-контор, но они запрещены на территории РФ. Этим сейчас занимаются только такие крупные банки, как Сбербанк, ВТБ, Открытие. И то это сделают только для того, чтобы этот условный горный бизнес контролировать государство. На Форексе вы торгуете с черной коробкой. То есть, на той стороне нет контртрейдера, который торгует против вас. Это какие-то межбанковские котировки, но есть там возможность манипуляции графиком, манипуляции ценой и так далее. Потом тоже посмотрите внимательно на условия, которые представляют бинарные опционы, форекс-конторы и криптобиржи. Это приветственные бонусы на входе, но с чего будет кому-то вам дарить свои деньги. Более того, это увеличенные плечи. То есть, не секрет, там можно получить 25-е, 50-е, 100-е и даже тысячное плечо. Вопрос, зачем вам так помогать? Потом посмотрите на внутренние условия, на внутренние спреды и комиссии. Зачастую они забирают треть, а иногда даже половину вашего заработка. И везде, где легко войти в это предприятие, обычно это бесплатный сыр в маршеловке. Чтобы попасть на официальную биржу, вам нужно найти хорошего брокера, заключить с ним договор на брокерское обслуживание, предоставить свои полные реквизиты и документы, то есть идентифицировать себя. Более того, вас будет контролировать налоговая инспекция, вы должны будете отчислять проценты с вашего дохода. Более того, есть комиссия по ценным бумагам, есть казначейство. Ваши риски защищает государство, ну как квалифицированный, не квалифицированный инвестор. То есть, везде, где рынок честный, большое количество контролирующих органов наблюдает за вами. И на московской бирже вы не можете до момента потерять свои средства. Что на Форексе, на бинарных опционах и на криптовалюте является абсолютной нормой. То есть, там вы можете свой капитал потерять. За одну сделку за один день и перед вами никто ничем не будет отвечать. Почему же тогда трейдеры часто начинают с Форекса? Я знаю, что и вы с Форекса начинали. Еще раз, это вина средств массовой информации и нашего неразумного головного мозга. Мы ведемся на первое сладкое то, что нам предлагают. То есть, обычно кто ищет финансовые рынки? Те люди, у которых проблемы с работой. Желание много там получить, закрыть кредиты. И мы ищем возможность быстрого заработка за один день. Вот Форекс-конторы, бинарные опционы, криптовалюта – это и главный крючок, который вам говорит, что вы здесь без затрат, за очень короткий срок, без усилий сможете очень быстро обогатиться. То есть, даже крипта не вариант? Мне не стоит идти на криптовалютную герой? Конечно, не вариант, потому что крипта – это, скажем так, крипта – это нанотехнологии для хомяков. То есть, взяли старую пирамиду МММ, условно, или каким-то наперстки, завернули в очень красивую упаковку, представили вам как нечто совершенно новое. И мы все на это дело ведемся. Но неоспоримый факт, что децентрализация и то, чем так все криптобиржи гордились – это полная некая инкогнинта ваших торговых счетов, это миф. На примере Binance Россия и других государств стало ясно, что если чуть-чуть надавить на управление Binance, то они очень легко вам выдают всех держателей криптокошельков и так далее. Ну, самый известный случай – это в России с Навальным. И сейчас даже ходит такая хохма по рынку, что самый прозрачный рынок для правоохранителей – это криптовалюта. Может, мне тогда вообще самой не торговать, не идти ни на какой рынок, а взять свои деньги и вот опытному трейдеру дать в управление, пускай торгует за меня? Ни в коем случае. Если опытный трейдер пытается взять деньги в управление, возникает вопрос в его опытности. Если владелец какого-то прибыльного робота на бирже пытается его продать, тоже вопрос, зачем продавать хорошее. Еще раз, опытные трейдеры деньги в управление не берут. У них их столько, что они их сами раздают. Поэтому доверительное управление, всякие боевые фонды, всякие пулы – это все развод хомяков. Еще раз, если трейдер реально зарабатывает на бирже, зарабатывает много, то он, наоборот, как бы свои деньги инвестирует в другие области. Поэтому все, что связано с привлечением капиталов для торговли – это почти все – махинация, мошенники. И крайне-крайне-крайне редкие какие-то организации могут похвастаться хорошей доходностью. Ну и о них уж точно вы не узнаете в средствах массовой информации. Это такая закрытая информация, которую люди получают через уже много лет работы на бирже. Вот этих профессионалов их очень мало. То есть, если я начинаю, то я беру свои деньги, свой небольшой капитал и иду торговать сама на официальную московскую биржу. Не на какую-то другую, именно туда. Вы выбираете официального брокера, то есть их большое количество. Брокер обладает лицензией государственной, подписывается с ним в договор, читаете внимательно все условия и подпункты, и начинаете торговать. Я вот решила через проб-компанию торговать. Вот сейчас открою личный кабинет. Это несколько такая... Проб-компания – это спортивная команда, которая работает как единый механизм. И трейдеры проб-компании, они получают деньги от самой проб-компании для торговли на московской бирже. То есть, по сути, вы торгуете с брокерского счета официального проб-компании, но получая его маленькую часть в управлении. Ну вот мне этот вариант подходит. Ну, для начинающих трейдеров это, наверное, самый быстрый путь понимания и попыток себя почувствовать или попробовать на московской бирже. Тогда пойду пробовать. Теперь, когда я определилась с тем, что буду торговать самостоятельно, мне предстоит определиться со стилем торговли и основными навыками, которые пригодятся мне на первых этапах обучения. Думаю, что с этим мне поможет Артем Кензиров. Артем, я знаю, что ты давно в трейдинге. Расскажи мне, пожалуйста, ты сам начинал торговлю с реального счета или все-таки торговал на демо-счете? Передо мной сейчас дилемма. Я не знаю, мне начинать с демки, с торговли на истории или сразу бросить деньги на реальный счет и начинать торговать так. Как лучше для новичка? Так, я считаю, что торговать нужно начинать именно с реального счета. Демо-торговля, она лишена всех таких недостатков, с которыми трейдер столкнется, когда будет торговать на реальном счете. Во-первых, это эмоции. То есть, когда мы торгуем, мы испытываем эмоции, они практически всегда будут нам мешать, и это очень важно, уметь с ними справляться. Второй момент, это чисто технически. То есть, когда мы торгуем на демо-счете, мы, по сути, торгуем график. А наша с вами задача научиться выставлять лимитки, научиться переставлять, закрывать, открывать стопы, высчитывать тейк-профиты, смотреть на реальное положение дел в рынке. Потому что ситуация очень часто меняется. То есть, заходя, допустим, в сделку, мы видим одну ситуацию. Но в любой момент может измениться что-либо в мире, выйти новости, появится какой-то крупный участник против нас. И наша задача – уметь принимать решения. Поэтому, когда мы говорим о трейдинге, это не просто уметь предсказывать, куда пойдет цена. Это очень важный технический момент. То есть, умение быстро принимать решения, умение технически правильно организовать сделку. Все это очень важно в трейдинге. То есть, нужно не жалеть денег, брать какой-то небольшой депозит, открывать себе счет и вот прям начинать сразу в бой с реальным изменением. Да, абсолютно правильно. И здесь очень важно, чтобы депозит был минимальный. Не нужно ни в коем случае сразу же брать какие-то большие деньги и думать, что мы сможем на них зарабатывать очень много. То есть, нужно взять относительно небольшой депозит и с него раскачиваться. Относительно небольшой – это сколько? Вот от до? Здесь нужно понимать, что если мы торгуем через проб-компанию, то оптимальный депозит будет от 1 до 30 тысяч рублей. Если мы торгуем через брокерский счет, соответственно, полностью на свои деньги, то, вероятнее всего, здесь нужно будет иметь депозит от 50 тысяч до 1 300. Хорошо, с этим определились. Теперь мне нужно определиться со стилем торговли. Я уже попробовала себя в инвестировании, я потеряла там деньги, инвестор от меня не получился. Но и я не готова сейчас большие деньги вкладывать в трейдинг. Мне остается только скальпинг. Перед тем, как Артем ответит, маленькая образовательная вставка. Быстренько пробежимся по стилям торговли и разберем, что они из себя представляют. Выделяют шесть основных стилей торговли. Высокочастотный трейдинг. Сделки здесь длятся доли секунды, и для человека такая торговля невозможна. Поэтому высокочастотный трейдинг – это поле для торговли роботов. Они отлавливают минимальные колебания в стакане и собирают их, торгуя строго по заданному алгоритму. У такого стиля торговли есть плюсы. Например, у робота нет никаких эмоций, он входит в сделку и выходит из нее, опираясь только на свою программу. Но есть и минусы. Это огромные комиссии брокеру, потому что вы будете платить за каждую сделку, плюс затраты на создание и хранение робота. Ну и не забывайте о том, что ничто не вечно. Система, по которой торгует робот, тоже. Скальпинг. Быстрые сделки, которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут. В процессе торговли трейдер совершает много быстрых сделок, получая с каждой из них небольшую прибыль. Скальперы торгуют по стакану. Часто совершают больше 20 сделок в течение торгового дня без переноса через клирен. И стоит сказать, что это самый популярный стиль торговли среди трейдера. Плюс скальпинга в том, что трейдер с его помощью может быстро наработать навыки и прокачать психологию. Да и применять данный стиль торговли можно даже с небольшим депозитом. Например, 5-10 тысяч рублей. Минус в том, что скальпинг требует высокого уровня концентрации и стрессоустойчивости. Не все выдерживают такую нагрузку. Интродей или внутридневной трейдинг. Торговля внутри дня без переноса через клиринг. Система риск-менеджмента не позволяет интродей-трейдеру переносить позиции, даже если он уверен в них на 100%. В среднем интродейщики совершают до 10 сделок в день, тщательно анализируя при этом новостной фон и график. Так как основой для принятия решения в интродей-торговле является график, а не стакан. Сделки могут длиться часами, хоть всю торговую сессию, но обязательно закрываются до конца торгового дня. Этот вид торговли тоже выбирает довольно много трейдеров. Из плюсов можно выделить также довольно быструю наработку навыков и внимательности, а из минусов – повышенные риски и возможность лить большую сумму при недостаточном понимании рынка и недостатке дисциплины. Свинг-трейдинг. Сделки свинг-трейдера могут длиться несколько дней или недель, что потенциально может привести к более высокой прибыли. Зарабатывают такие трейдеры на колебаниях цены акций или валют. Выход свинг-трейдера из одной позиции – это переворот и вход в противоположную. Что можно выделить из плюсов? Свинг-трейдеру не нужно целыми днями сидеть за мониторами, отслеживая каждое движение выбранных активов. Поэтому не поменьше стресса и больше свободного времени. Из минусов – риск получить большие убытки из-за постоянного переноса позиций через день и невысокая вероятность войти по лучшей цене. Среднесрочная или позиционная торговля. Среднесрочники могут удерживать свои позиции от нескольких дней до нескольких лет в зависимости от стратегии. И этот стиль торговли чаще используют на фондовом рынке. Плюсы среднесрока – это небольшое количество комиссий, возможность торговать на большие объемы, а также отсутствие зависимости от скорости подключения или высокотехнологичного терминала. Ну и среднесрочнику совсем не обязательно все время сидеть за мониторами. Но тут есть и минус. Трейдеру необходимы серьезные знания и умения для проведения грамотного анализа рынка и выбора активов. Иначе можно просто все слить. Долгосрочная торговля или инвестирование. Тут работает принцип «купи и держи». Инвесторы могут десятилетиями держать в своем портфеле активы, будучи нацеленными на потенциальную прибыль при их росте, либо на дивидендную доходность. У инвестирования, конечно, есть свои плюсы. Например, вам достаточно заходить в портфеле раз в две недели и периодически докупать активы в соответствии со своей стратегией. Главное – внимательно изучать отчетность компаний и понимать, что происходит на рынке. Однако ни один инвестор не застрахован от кризисов или от банкротства компании, чьи акции он держит в портфеле. Если мы снова возьмем за пример 2022 год, то увидим, что инвестор может потерять и 50, и 100, и даже более процентов от своего портфеля при условии, например, маржинальной торговли. А теперь я вернусь к Артему и попробую все же разобраться в том, какой стиль торговли мне стоит выбрать на данном этапе. Да, здесь хочется отметить, что разница между инвестированием и внутридневной торговлей, и в частности скальпингом, она колоссальна. Когда мы говорим о инвестировании, очень много каких-то моментов, которые мы просто не в силах просчитать. То есть мы заложники ситуации. Все хорошо в экономике, все развивается. Да, мы будем зарабатывать. И большую часть времени, в принципе, так и происходит. Но, как сейчас, у нас есть проблемы в экономике, у нас постоянно вводятся санкции. И, соответственно, у нас очень большие риски. Поэтому, когда мы инвестируем, мы не в силах повлиять, допустим, на какую-то экономику, на какую-то компанию. Мы не знаем, как она развивается. Мы не знаем, насколько грамотный менеджмент. Когда же мы торгуем внутри дня, мы контролируем практически все. То есть мы ищем какие-то ситуации, мы ищем потенциальные интересные уровни, плотности, все, что может быть. Этого предостаточно. И здесь не нужно знать, допустим, какую-то глубину макроэкономики. Здесь не нужно знать, насколько прибыльная, убыточная компания, какие перспективы у нее будут через год, через два, через пять, через десять. Все, что мы торгуем, это здесь и сейчас. Есть какой-то крупный участник, можно попробовать с ним поработать. Есть какой-то сильный уровень, можно попробовать от него зайти или пробить его. Поэтому, когда мы говорим инвестиции и внутридневной трейдинг, для меня это абсолютно разные вещи. В инвестициях главное это капитал, в трейдинге главное это навыки, умение торговать. Ну вот говорят, что есть интродэй, есть свинг трейдинг, есть скальпинг, есть алго трейдинг. Что для новичка лучше? Вот где мне лучше наработать свои навыки? Лучший стиль торговли для новичка это внутридневная торговля. Потому что, когда мы переносим сделку через ночь, мы вновь становимся заложником всех событий. Неизвестно, что может произойти через ночь. Неизвестно, куда откроются рынки. Когда мы торгуем внутри дня, мы все это можем контролировать в большей или меньшей степени. Поэтому, здесь очевидный ответ это торговля внутри дня. И здесь нужно понимать, что торговля внутри дня подразумевает и скальпинг. Что же такое скальпинг? Здесь нужно понимать, то есть некоторые считают скальпинг это просто какая-то пипсовка, брать какие-то небольшие движения. То есть в действительности, одна из разновидностей скальпинга это собирать спред. То есть выставлять лимитные заявки и соответственно просто вот эту небольшую волатильность брать, стараться на ней зарабатывать. Но в целом скальпинг сам по себе это поиск крупных участников и работать вместе с этим крупным участником. Здесь очень важная особенность, что мы анализируем стакан, ленту сделок, внешний фон, новостной фон. И видя каких-то крупных участников мы принимаем решение о входе, выходе и сделке. А что по поводу рынка? Срочный рынок, фондовый рынок, ликвиды, неликвиды. Как новичку с этим всем разобраться, с чего начинать, как определиться? Я хотел бы разделить эту часть. Во-первых, что у нас сейчас в России доступ к некоторым рынкам ограничен. Поэтому мы выбираем из того, что есть. Какие рынки у нас есть? Первое. Это российские акции. Своеобразный достаточно инструмент. В нем очень хорошо работает стакан. В нем хорошо видно крупных участников. Следующий рынок. Это фьючерсы. Фьючерсы, допустим, на валютную пару доллар-рубль. Фьючерсы также на нефть. Фьючерсы на золото. Здесь чаще будет хорошо работать либо новостной анализ, либо какие-то тренды, какие-то большие движения. Следующий рынок, который у нас есть, это криптовалютный рынок. К сожалению, сейчас он меняется. Волатильность у него снижается. Если говорить о криптовалютном рынке, который был два года назад, это совершенно другой рынок. Поэтому я для себя выделяю три рынка. Криптовалюта, акции и фьючерсы. Из чего же выбрать здесь? Что же выбрать здесь? Я считаю, что самый простой и самый понятный рынок это российские акции. Почему он простой и понятный? Потому что в отличие от криптовалюты, где есть огромнейшее количество бирж, Binance, Okix и другие, вся эта ликвидность, она рассредоточена то там, то там, то там. На нашем же российском рынке есть одна крупная биржа, московская биржа. И если крупный участник приходит купить или продать какой-либо актив, какую-либо акцию, он приходит сюда. И здесь мы его можем увидеть. Далее. Здесь хорошо работает стакан. То есть какие-то крупные плотности, какие-то айдюги, они отрабатываются. И можно простейшие торговые стратегии отрабатывать именно здесь. То есть это здесь работает и можно на этом зарабатывать. Далее. Низкий порог входа. То есть на рынок акций не нужны большие деньги, не нужны большие капиталы. Буквально 10 тысяч, если на проб мы говорим, это будет с головой. И где-то 100-200 тысяч, если вы будете торговать на собственные средства, этого будет тоже достаточно с головой. Далее. Следующий момент, который очень важен. Рынок акций, он прост тем, что можно видеть этих участников. И вот задача научиться видеть этих участников, научиться видеть, как работают, как отрабатываются уровни, тренды, боковики, айсберги, новости. И это лучший рынок для понимания всей вот этой механики движения цены. Если же мы говорим о фьючерсах, то там стакан работает очень плохо. Там лучше работает график. Ситуации меньше. Да, ликвидность там зачастую больше, но ситуации меньше, риски больше. И участникам гораздо сложнее заработать на самом деле. Ну и криптовалюту, если мы затронем, то там в принципе картина схожая. На текущий момент там очень хорошо работает график. Стакан работает плохо, график работает хорошо. Поэтому если вы хотите упереться в технический анализ, то, наверное, криптовалюта это хороший вариант для старта. Но я все-таки считаю, что рынок акций это самое идеальное решение для начала. Наработать навык торговли, наработать навык работы с позицией, манименеджмент. Все здесь можно. То есть я сейчас как новичок захожу на московскую биржу. Мне, в принципе, Сергей Алексеев тоже посоветовал. И начинаю торговать ликвидные акции на московской бирже, российский рынок. С этого стоит работать. Да, вот здесь вот хочется отметить очень важный момент. Я знаю большое количество трейдеров, которые приходили, пытались познать, так сказать, грааль, пытались изучить все инструменты, какие-то торговые стратегии. И я могу сказать следующее, что трейдеры, которые приходили и начинали торговать ликвидные инструменты, практически никто из них не смог развиться, не смог стать стабильно зарабатывающим. Однако я хочу обратный момент сказать, что большинство трейдеров, которые есть у нас сейчас в России, они начинали зарабатывать с неликвидных, среднеликвидных инструментов. Они проще в понимании. Если есть какие-то как раз участники, то они очень часто дают простые, понятные движения. Если же мы говорим о ликвидных инструментах, то там конкуренция очень высокая. Большое количество крупных участников, большое количество мелких участников, большое количество алгоритмов. Поэтому движения зачастую там, они будут гораздо менее понятными, запутанными. Очень часто будут выносы, очень часто крупные участники будут разводить мелких участников. Поэтому здесь для меня очевидный ответ, что нужно учиться на средние и может быть в какие-то моменты низколиквидных инструментах. Сбербанк, Газпром это ликвидные инструменты. И если вы сразу же начнете торговать с них, то вы можете попасть в ловушку. Да, трейдеры, приходя на рынок, они думают, что вот я сейчас буду торговать Сбербанком, я пойму, как он ходит, буду заливать огромнейшие объемы, дабы позволяет ликвидность, и буду зарабатывать большие деньги. А если мы возьмем, допустим, какой-то неликвидный инструмент, да, даже миллион рублей залить в некоторые неликвиды будет очень сложно. Но движение гораздо понятнее, движение гораздо проще, и зарабатывать на таких инструментах легче. Хорошо, поняла. Значит, московская биржа, фондовый рынок и неликвидные акции. Это то, с чего я должна стартовать. Вот я начала торговать. Я читала, что нужно вести дневник трейдера. Что это вообще такое? Это дневник трейдера, дневник сделок, и как его правильно вести? Да, здесь нужно отметить такой момент, что дневник трейдера – это часть анализа торговли трейдера. И вести дневник на самом деле практически все сейчас ленятся. Но это очень важный момент, который поможет вам понять все ваши положительные, отрицательные стороны. Хочется сказать такую вещь, что человек, который стоит или смотрит просто на рынок, и человек, который стоит в позиции – это два разных человека. Когда мы стоим в позиции, у нас, нами преобладают эмоции. Две эмоции в рынке – это страх и жадность. То есть кто-то боится, что его зеленка, допустим, сейчас испарится, и он всеми силами пытается, только увидев зеленку, закрыться. Кто-то, наоборот, очень жадный и, видя зеленку, начинает, допустим, хочу больше, больше, больше. И это нормально. На рынке две эти эмоции, они практически всегда преобладают. И мы, когда совершаем сделки, когда входим в позицию, также чувствуем эмоции. Трейдер, даже торгующий очень долго, не лишен этого. Всегда, всегда будет либо страх, либо жадность. И нужно учиться с этим совладать. Поэтому анализ вашей торговли – это очень важный момент. Вести дневник трейдера, записывать видео, записывать дневник ситуации, как это все отрабатывалось, как это все делалось, как сделать лучше. Это очень важно. И здесь хотелось бы сделать упор на то, что очень важно, на мой взгляд, анализировать убыточные сделки. Когда я начинал, каждую свою убыточную сделку я просто помнил под конец дня. Я вспоминал ее, еще раз просматривал, так сказать, в уме у себя, что я сделал не так. И самое важное, чтобы в следующий день, когда вы будете торговать, не повторять эти ошибки. Если вы будете один, второй раз повторять одну и ту же ошибку, это очень опасно. Это на самом деле печально и очень сложно с этим будет потом совладать. А я вот слышала, наоборот, мнение, что надо только свои положительные сделки анализировать, а убыточные вот можно отложить и все. Это не важно. Это неправильно? Я считаю, что это в корне неправильно. Основной упор нужно сделать на убыточные сделки, потому что это ошибки. То есть только риски мы можем контролировать на рынке. Только лишь их. По поводу прибыльных сделок, их нужно анализировать, нужно смотреть, но точно так же искать, что в следующий раз сделать лучше. Как в следующий раз вытянуть больше. То есть закрываться частями, закрываться, наоборот, вытягивая движение. Либо, допустим, вы видите, что ситуация уже не та, что была изначально, и не дожидавшись, допустим, стоп-лосса, закрывать уже минимальную прибыль или минимальный убыток. То есть все это анализировать очень важно. Хорошо, я поняла. Буду анализировать, буду вести дневник. И мне сейчас интересно еще вот что. В какой момент у тебя случился, ну, скачок в торговле? Вот ты торговал, торговал, и в какой-то момент начал торговать в плюс. Потому что я не хочу обнадеживаться, думать, что я сейчас начну торговать, и сразу у меня там будут огромные профиты. Вот когда это произошло? Год, полгода, два года? Вот я хотел бы такой путь трейдера, самый классический выделить. Трейдер начинает торговать. Первое время, первый месяц-два, он учится технически исполнять сделки. Правильно, грамотно, понимая, почему он заходит, понимая, почему он выходит, почему он закрывает в плюсе, почему он закрывает сделку в минусе. Это очень важный технический момент. Затем, моя рекомендация здесь будет следующая. Не нужно распыляться в какие-то большое количество инструментов. Нужно отобрать для торговли несколько инструментов. И 2, 3, 4, 5 дней просто смотреть за одним-двумя инструментами. Что нужно смотреть? Что нужно видеть даже, я бы так сказал? Нужно видеть каких-то относительно крупных участников, новых участников, каких-то покупателей, продавцов. То есть, как они переставляют, как они входят в позицию, как они бьют по рынку, ставят они лимитную заявку. Как инструмент реагирует на корреляцию, допустим, с индексом МВБ. Как инструмент реагирует на корреляцию, допустим, с основными голубыми фишками. Какой у него поводырь, какие новости. Все это нужно проанализировать. И вот здесь вот мы это называем квантовый скачок в трейдинге. Трейдер, первостепенная задача в трейдинге не терять и по возможности немножко зарабатывать. Далее, когда трейдер поймет какой-либо инструмент, очень часто у него происходит как раз этот самый квантовый скачок. Когда инструмент начинает двигаться, он понимает его и он начинает зарабатывать на нем. И вот этот момент очень важный. У меня было все абсолютно точно так же. Я примерно через несколько месяцев после того, как торговал каждый день, начал видеть крупных относительно участников на акции ФСКС. Она в тот момент очень сильно падала. И по большому счету было достаточно понятно. Выставляется какая-то крупная заявка, далее начинается движение и цена падает. И, соответственно, увидев этого крупного участника, я сразу понимал, вот он пришел. И у меня произошел такой квантовый скачок, когда я, допустим, мог закрыть 500-600 рублей в день до этого, то в те дни, когда я научился торговать акцией ФСКС и она летала, 12-15 тысяч были мои рекорды. Это были очень большие деньги на те дни. Поэтому здесь задача понять механику, понять инструмент, понять участников на этом инструменте. То есть первый, как ты сказал, квантовый скачок, это два месяца изучения рынка примерного, изучения инструмента. На самом деле, вот здесь вот хочется отметить, что два месяца это, наверное, слишком мало. То есть зачастую этот период идет после от шести месяцев до двух лет. То есть мне нужно проторговать два года, ну там максимум, для того, чтобы хоть как-то понять трейдинг, хоть как-то понять рынок и сделать свои первые действительно значимые результаты. Ну вот здесь вот хотелось бы отметить, что не просто первые результаты, а именно прийти к квантовому скачку, так скажем. То есть первые результаты будут раньше? Обязательно. То есть у нас есть такое понимание, что если трейдер не зарабатывает два месяца, то он делает что-то не так. Если трейдер сливает месяц, неделю даже, месяц, может быть два месяца, то это исключительно психологические проблемы. То есть если идут какие-то постоянные сливы, это исключительно психология. Если плюс-минус, то здесь трейдер что-то делает просто не так, нужно перестроить. Поэтому результаты будут через два месяца. Вот, кстати, насчет психологии надо сделать отдельный выпуск шоу. Артем, спасибо тебе большое, спасибо, что ответил на вопрос. Я пойду штурмовать рынок и буду делиться своими результатами. Конечно, приходите, поможем. Потому что кроме этого робота никаких продавцов больше не было. То есть поэтому я заходил. А что это за магнит? Нет, это магн. ММК, который обвалился вчера на 12% на новостях о новых санкциях. Но я так понимаю, что вообще в трейдинге надо очень много наблюдать за стаканом, за графиками, чтобы начать вот эти закономерности. Вот, например, вот эта ерунда русала, она падает, падает, падает. И в течение уже, наверное, недели там постоянно кто-то продает, продает, продает. И вот она обвалилась. И вот здесь проходят большие объемы. И вот тот, кто три дня или даже неделю назад начал продавать, это он наконец-то нашел, кто его хоть кто-то как-то купит. Поэтому вот за такими вот моментами... Боже мой, как это все кажется сложно. И плюс еще у тебя столько инструментов открыто тут с одним каким-нибудь бы разобраться. А у тебя бы она открыта... Ну вот в идеале тут взять два-три инструмента и за ними это как-то следить. Более-менее только не сбег с газом. Ну что, пора приступить к торговле. Я хотела начать торговлю с демо-счета на терминале Сискальп. Но Сергей Алексеев настоял на том, чтобы мне создали личный кабинет в компании и предоставили небольшой депозит для торговли. Уже сейчас у меня есть 5 тысяч рублей, что дает мне покупательскую способность 500 тысяч рублей на акции и 50 тысяч рублей на фьючерсы. Вы тоже можете стать трейдером компании и получить в управление небольшой капитал. Для этого перейдите на сайт proplife.ru, кликните «Стать трейдером» и заполните заявку на сайте, а затем в Телеграм-боте. В течение суток вам дадут доступ к личному кабинету и приводу бондаря для торговли по стаканам. Так, надо войти в сделку. Они сказали, где-то есть вход. Сейчас я его найду. Это вход? А, где вход? Я не вижу входа! Это вход, нет. Ладно, я просто подсмотрю у другого трейдера. Лена? Ладно. Ладно, кажется, это не вариант, поэтому придется самой. Ладно, я собралась, я почти собралась. Я вхожу в сделку! Если вы, глядя в стакан, чувствуете то же самое, то лучше начать с нашего бесплатного обучения для новичков. Каждый месяц мы набираем учеников на мини-курс по скальпингу на московской бирже. Следите за анонсами на наших ресурсах, чтобы попасть на следующий поток. Но если вам не требуется личное присутствие преподавателя, то вы можете посмотреть уроки в записи на нашем канале и попробовать разобраться самостоятельно. Мне в процессе обучения будут помогать все трейдеры компании. Вот хотя бы, давай я попробую отскок от плотности взять. Вот этот? Здесь вот поставь на покупку, нет. А я не знаю, как. Вот этой кнопкой мыши вот сюда. Какой? Правой? Да. И сейчас будем ждать. Можешь, в принципе, и сюда тоже поставить. Еще одну, да? Тут вот объемчик не бывает. Так, хорошо. Видишь, подставляшка. Где вот это? Я буду зарабатывать. И что, как вы считаете, эти заявки имеют право на существование? Так, такие маленькие объемы. Накрекивай на все, что есть и молись. То есть это так работает? Трейдинг как работает, да? Именно так. Я так и думала. Либо Porsche, либо Porsche. Значит, меня все время обманывали. Они наставляются объем на объем, и они от тебя убегают. Как это убегают? О, а можно сфотографировать? Вот видишь, опять видишь, еще выше, выше. Покупки наставляются, конкурируешь за цену, и убегают от твоих заявок. Что мне делать? Все, все, раздавайте. Больше этим делом никогда не заниматься. Все, прокал. Лен, ну научи девушку торговать. Так я ей заявки поставила. Я заявки поставила. Денег, одень. Вот, ну это, это, это надолго. Надолго это на сколько? Да я, я не знаю. На фитей? Угу. Я могу потерять много денег? Много денег один, блин. Ну вот видишь, пока ты, вот, у тебя просадка 20 рублей. А могли вот на всех ответов зайти? А теперь я хочу дать новичкам несколько советов, которые помогают мне сейчас. Первое. Ребята, найдите команду. Учиться намного легче, когда вас окружают знающие люди, когда вы можете задать вопрос, разобрать свои ошибки. Например, здесь, в профкомпании, я могу подоставать более опытных трейдеров, чтобы они помогли мне разобраться в трудных моментах. Еще лучше найти наставника, который будет вести вас и ускорит ваше развитие как трейдера. В одиночку, когда вы только читаете умные книжки по теханализу и смотрите ролики на ютюбе, намного сложнее. Вам приходится все постигать на собственном опыте, а процесс обучения затягивается на годы. Найдите обучающий ресурс. Если вы будете просто листать интернет, читая все подряд, то рискуйте потерять очень много времени и не добиться никакого результата. Плюс, в торговле очень многое зависит от практики. Как бы вы не были сильны в теории, это ничего не значит, если вы не совершаете сделки ежедневно в режиме реального времени. Откажитесь от идей торговли на порексе и бинарных опционах. Да, есть ощущение, что там все просто и понятно, но именно здесь кроется подвох. Вся система заточена под массу людей, которые не хотят разбираться в сложностях торговли и которые просто сливают там деньги. Я начинаю с московской биржи и привода Бондаря. Пожалуйста, не делайте быстрых выводов о своей торговле. Если все идет как по маслу, возможно, вам просто везет. Откройте небольшой счет на сумму, которую вам не жалко потерять на обучении. В моем случае это 5000 рублей. Моя задача совершить как можно больше маленьких сделок, чтобы понять, как что работает. На первых этапах я зарабатываю, пусть даже и совсем немного. Откажитесь от идеи быстрых заработков и раздающего рынка. До того, как я пришла на биржу, я видела, как трейдеры сливают, как люди теряют все свои деньги и просто уходят из трейдинга. Так что я не верю, что рынок раздает бабло. И я не верю в Грали. Мне кажется, я вообще ни во что не верю. Рынок просто хочет забрать мои деньги. Тренируйте насмотренность. Следите за графиками, как можно больше наблюдайте за торговлей других трейдеров. Собственно, для этого наши ребята ежедневно ведут прямые эфиры на YouTube и в Telegram. Присоединяйтесь. А наш выпуск подошел к концу. Не стесняйтесь задавать вопросы в комментариях, рассказывайте о том, что бы вам было интересно увидеть в нашем шоу и делитесь своими успехами в торговле. С вами была Лиса, начинающий трейдер. Увидимся в следующем выпуске. А в конце вас ждут перлы. Я буду миллионершей. Ты не махай руками, ты меня отвлекаешь. Ты вот эти вот воздушные пассы. Например, с чего начать? С Форекса, с Мосбиржи, с завода. Сюда отправить без сжатия. Все. Если вы только... Если вы только... Лена! Если ты еще не определился, где слить свои деньги, на Мосбиржи, на крипте, а может быть, просто отдать им доверительный вопрос. Лучше отдай деньги. Отдай их мне. Выделяют шесть основных стилей торговли. Первый. Торговля на истерике. Второй. Торговля а-ля повезет. Или казино. Третий, не знаю. В основном все так торгуют. Спинку ровно собрались. Инопланетяне атакуют. У меня будет много денег, которые я смогу благополучно слить на бирже. А спонсор аттракциона «Неслыханной щедрости» Сергей Алексеев. Сергей Алексеев. Спасибо. Субтитры подогнали Симон.